Регион должен пройти нынешний отопительный сезон надлежащим образом, но необходимо решать и вопросы модернизации системы теплоснабжения и энергетики Карелии, заявил глава республики на заседании правительства. Сегодня, по словам Артура Парфенчикова, вся система теплоснабжения в регионе абсолютно неэффективная. Сейчас на один город или даже поселок работают несколько котельных, на разных видах топлива и часто отапливают часть аварийных и пустых домов. Пока у нас с вами одна котельная обслуживает одну баню, два дома полузаселенных, у нас никогда не будет с вами приемлемых тарифов, никогда не будет платежной дисциплины и в конечном итоге никогда не будет надежной системы теплоснабжения. Это совершенно очевидно, причем все эти котельные, все эти системы безумные, в конечном итоге оплачивает все население. В вопросе модернизации Карелия рассчитывает на помощь федерального центра. Во время встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым Артур Парфенчиков доложил о непростой ситуации, которая сложилась в республике в связи с ростом цен на мазут и уголь. Это основные для нашего региона виды топлива. В итоге было принято решение о предоставлении Карелии 1 миллиарда рублей из резервного фонда страны. Средства будут направлены на повышение надежности теплоснабжения во время предстоящего отопительного сезона. Также идет речь о включении программы модернизации энергетической инфраструктуры республики в план социально-экономического развития Карелии, разработку которого курирует министр экономики РФ Максим Орешкин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...